новая физика постулат о пространстве автор михаил бровкин видео продолжительностью 23 минуты канал мысли из будущего для чего мы этот материал сейчас посмотрим материал вообще неожиданным постановка материала общий посыл это вот если человеку вообще в образовательном плане не дать представление что такое пространство что такое материя если он вот этих базовых вещей на элементарном уровне не представляет если он не представляет что такое научный метод и что такое закон о логике как может куститься мысль в его голове у нас действительно ты открываешь энциклопедию энциклопедический словарь и ты по одному и тому же вопросу получаешь куча разночтений куча трактовок ты собственно даже не можешь узнать что такое пространство хотя это абсолютно точно известно представьте 21 век и мы не можем людям в образовательном плане дать представление что такое пространство тот край это вот дикость за когда информация точно известно но мы ее не даем это просто ну предел тоже касается логики и научного метода приступим здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу представить вашему вниманию первый постулат как и обещал расскажу о том как устроено пространство что она из себя представляет на мой взгляд и как в этом пространстве может формироваться материя то есть сразу же человек выдвигает постулат заявляет постулат и сейчас он вам расскажет что такое пространство вот постулирование это невменяемая схема мышления это просто взять некие соображения их объявить вот вам вас точно известно на науке точно известно что такое пространство вы это все не замечаете вы этого не знаете или по другим каким-то причинам не можете сосредоточиться и начинаете постулировать о пространстве это вот два бардака вы не знаете определение пространства и пункт 2 какие-то дебилы вам рассказали что можно делать постулаты и с помощью этого можно исполнять видимость научной деятельности какие люди ему рассказали о постулатах ну понятно это товарищи реальтивисты которые используют не научную методику просто вот это вот средневековое шарлатанство для окормления научного пространства скажем так для начала я хотел бы вам пояснить что я стремился изначально я стремился к тому чтобы описать пространство с точки зрения изотропности то есть какое бы направление мы не выбрали оно будет равноправно в любом направлении то есть поскольку я проквантовал пространство то есть выделил так скажем самый минимальный элемент пространства человек прокрантовал пространство и выделил самый элемент минимальный пространство вот это вот просто конченная вещь пространство не является дискретным объектом она не состоит из каких-то составных частей она не прерывается ни в какой из нам известных точек пространство но не может прерваться у него нет той сущности которые можно прерывать человек проквантовал пространство это 21 век который будет у меня состоять из узлов и связи между ними то есть пространство я подарил подразумеваю под собой пространственную модель то есть пространственную сетку которая состоит из узлов грубо говоря точечные узлы допустим на которые соединены между собой связями так вот каждый узел пространства каждый узел соединен со своим соседним узлом с помощью этой связи то есть вне рамок научного метода мы заявили что такое пространство заявили что у него есть какая-то структура и какие-то там узлы это уже переходим в чистую поэзию это сказка на уровне вот конченого шарлатанского взгляда это вот вообще или полная дезориентация мыслительная это происходит в современном мире и таких людей которые что-то выдумывают о пространстве только потому что с приходом релятивистов мы не можем включить элементарно в учебнике знания о пространстве элементарное мы имеем вот это вот то что происходит полностью мыслительная несостоятельность фантастические объекты внутри пространства которых которых нет в принципе и нём со своим соседним узлом с помощью этой связи и я вам расскажу о том как сколько связи допустим у каждого узла и каким образом я пришел к этому выводу начну с того что для того чтобы представить пространство значит я дам определение пространство это абсолютная так скажем абсолютные носитель информации пространство абсолютный носитель информации это вот заход на определение сейчас дальше послушаем грубо говоря это абсолютный объемный носитель информации в котором может формироваться материя в виде той информации которая так скажем может быть сформирована носитель информации пространства то есть фундаментально у нас носителем информации всегда являлась материя расположенная в пространстве человек нам сейчас преподносит версию что носителем информации является пространство не вместилищем материи содержащую информацию как бы мы сказали в рамках научного метода пространство это вместилище материи а дальше мы можем рассказывать что на материи у нас может быть записана информация да или рассуждать о содержании информации в рамках материи здесь же подменяется концепция и у нас пространство является носителем информации и и покажу что именно то устройство пространство которое я представляю приводит к неизбежному появлению материи в этом пространстве начнем с того что для того чтобы сделать модель какую-то до чтобы представить как это пространство все-таки выглядит я начал с того что ку пошел магазин детских игрушек и купил обыкновенные пульки для пистолетов для пневматических пистолетов многие видели наверно значит и начал из этих шариков составлять модель для начала здесь бы ему неплохо было сказать сейчас он начнет из материи из вещественность составлять модель структуры пространства то есть он все-таки сейчас не озвучивая да но речь идет именно структуре пространства начала я просто выложил шарики один к одному то есть представляя шарики у меня будет представлять узлы пространства а поскольку у них радиус одинаковые да в этих шариков то можно считать что и или связи между шариками то есть когда я буду один к одному выкладывать расстояние между центрами эти шариков будет всегда одинаковая то есть как бы як стремился к тому чтобы она была во первых одинаковая с точки зрения того что связи будет иметь одно расстояние между узлами с другой стороны шарики выбрал потому что они как бы позволяет более наглядно увидите как выглядит как выглядит пространство со стороны так вот я выложил шарики в один слой у меня получился грубо говоря шестиугольник ну то есть если вы замечали то если вы выкладывать шарики но это как бы геометрия об этом рассказывает что если выкладывать шарики на поверхности то они будут соприкасаться с друг с другом то есть вокруг одного шарика будет 6 соседей так скажем и вокруг каждого шарика если на плоскости мы будем укладывать будет одинаковое количество то есть по 6 соседей с каждого у каждого узла у меня получился вот такой вот шестиугольник на который я выложил еще один ряд подобный то есть в ямке образовавшийся первого слоя выложил остальные и таким образом построил пирамидку вот она пожалуйста значит и стал рассматривать структуру выложенной модели как оказалось я думал что ну думал что раз я выложил эти шарики в идеальном порядке значит каждый шарик равно удален от своего соседа но тут так скажем не тут то было дело в том что выкладывая шарики я заметил такую особенность выкладывая когда выкладывать шарики получаются плоскости до образованные так скажем плоскости образованные центрами шариков то есть грубо говоря если в один слой выложить это будет одна плоскость допустим если вы грубо говоря он человек рассматривает максимально плотное заполнение пространства материальными объектами одного калибра какого-то в принципе с этой точки зрения если бы он давал себе отчет что это делает что он занимается с материей расположенной в пространстве у него бы как бы движение в правильном направлении он бы продвигался в направлении заполнение пространство материи через материю но пока это все много на узлы дальше это он как бы усложняется рассуждение он по подробно это все расходит и вот здесь 10 минуты посмотрим фигура допустим да виде шариков и будем вокруг центрального центрального шарика выкладывать то есть вот таким образом фигуру то есть облеплять так скажем да когда мы облепим то у нас окажется что шарики не будут соприкасаться между собой виду того чтобы геометрия пространство не позволяет сделать этого то есть мы вокруг одного шарика можем раскрыть разместить только 12 можем разместить только 12 шариков причем они будут чуть-чуть как бы свободно двигаться относительно вот вокруг центрального шарика вот если бы у нас было ровное количество как мы на плоскости выкладывали да шарик шарику шарик шарик они везде соприкасаются идеально то есть подходит идеально то в объемном пространстве вот в объеме не получается у нас нет такой возможности чтобы выложить шарики ровно 12 чтобы они все вот вокруг соприкасались друг другу и были плотными именно вот это геометрическое так скажем геометрическое так скажем несовершенство и позволяет возникать материи вот я объясню что геометрическое несовершенство шариков позволяет образоваться матери еще раз прослушать это прекрасное утверждение что материя то есть у меня будет второй посток о котором я расскажу это то что материя представляет собой локальное искажение пространства и и его скрученность то есть если мы будем строить и таким образом из-за пружинок из пружины вот грубо говоря человек не понимающий что такое пространство в какие его элементарное физическое свойство и не понимающий что такое материя поигрался в шарики сделал приду предположение о том что у него там не сильно плутно сжимается да какие-то динамики шариком поигрался и у него скрученность материи скрученность пространства появилась он даже не задумывается я так понимаю о свойствах какое именно свойство пространства какую именно часть пространства он завернул что у пространства конкретно он завернул скрутил еще раз геометрическое так скажем несовершенство и позволяет возникать материи вот я объясню что материя то есть у меня будет 2 постулата которым я расскажу это то что материя представляет собой локальное искажение пространство и и его скрученность то есть если мы будем строить вот таким образом из пружинок из пружины гунст то есть вот эта вот группа релятивистов рассказала народу что проект с пространством можно как-то кривить гнуться одновременно с этим забрала все достоверные материалы о пространстве и у нас деятельный народ начал сочинять каждый свои версии не имеющие отношения к реальность это взрослые люди тратят свое время на ну вообще на конченное занятие это не имеет отношения к мышлению к трезвому это это просто путанка это не болезненная генерация бред этого когда вот бред не в результате болезни а бред в результате обмана вас обманули и вы генерируете бред только потому что вам дали неверные исходные условия задачи строить пространство сначала один микассайдер к нему при при делаем пружинки получается 2 и так далее то есть если мы это все разместим в пространстве у нас внутри пространство не будет идеальных связи то есть они не в каких-то местах будет напряженность а в каких-то будет ну нормально допустим нулевая так скажем энергия вот и если мы будем создавать пространство подобным образом да то у нас будет появляться вот эти не локальные искажения которые за счет того что они они без трения будут могут перемещаться так скажем в этой сетке в пространстве на котором мы создадим да то если мы в одном месте будем убирать это искажение но будет возникать рядышком в каком-то либо вправо либо влево зависимости от вероятности так скажем распространения в ту или иную сторону так вот значит если мы будем создавать пространство подобным образом то именно тогда у нас появляется так скажем асимметрия асимметрия в пространстве который и человек стремится создавать пространство если мы будем создавать пространство он фактически говорит о некой сетке вещественной или модельной расположены в пространстве то есть материальная сетка или модельная сетка расположена в пространстве и И создавая эту сетку, он ставит тождество, что он создаёт пространство. То есть заполняя пространство некой в материи, он создаёт пространство. То есть логика отсутствует полностью. Ну дальше там ещё это начало, это середина, 12 минут 47 секунд. Ну ещё маленечко посмотрим, и надо закрывать это навредительство. Которое вынуждает само пространство создавать вот эти вот элементарные, так скажем, искажения, и которые, с точки зрения моей гипотезы, являются материей. То есть она будет стабильна, эта материя. Допустим, если мы будем создавать вот экосайдер, и когда мы соединим все стороны экосайдера и соединим их с центром. Попытка выдать за материю модель, которую он запихал в пространство. Всё, приехали, достаточно. Мы посмотрели версию некоторого Михаила Бровкина. Новая физика, постулат о пространстве. Если будет когда-то у кого-то вопрос, является ли это научным продуктом, это не является научным продуктом. Это не является никаким логично связанным продуктом. Это просто человек не смог сосредоточиться в результате недостоверно полученной ранней информации. И выдал околомыслительный продукт. На этом всё. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Подписывайтесь. Удачи! Подписывайтесь. 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 Подписывайтесь.